В музее имени Лобачевского открылась выставка «Засушенному верить». Автор и куратор выставки Надежда Пантюлина, старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева. Выставка «Засушенному верить» рассказывает о тяжелой эпохе политических репрессий. Для этой цели организаторы экспозиции использовали очень интересный подход. Помимо книг, фотографий, рукописей, здесь можно найти и гербари. Например, вот здесь можно видеть лебеду. Именно из такой травы во время Великой Отечественной войны готовили обед. И у каждой подобной вещи здесь есть своя история. Это выставка о людях, попавших в условия репрессии и несправедливости. Ее задача – показать хрупкость человеческой жизни. И растения прекрасно подходят для выполнения этой миссии. Выставка о растениях, которые сушат, они становятся гербарием, их сохраняют как память в книжке, отправляют засушенные цветы в письмах. Но это не так. Растения в данной выставке стали свидетелями очень важных событий. Событий, связанных с несвободой и насилием над человеческой личностью. Передвижная выставка в каждом новом городе дополняется местными историями и экспонатами. В этот раз экспозиция дополнена растениями из гербария Казанского университета, а также экспонатами и документами из собрания Музея истории. Помимо воспоминаний из Соловецкого лагеря, на выставке можно узнать об истории татарского поэта Хасана Туфана. Он провел 10 лет в исправительно-трудовом лагере в Свияжске. Среди экспонатов можно также найти личные вещи репрессированных студентов и преподавателей Казанского университета, вещи солдат с фронта и детскую коллекцию первого президента республики Татарстан Ментимера Шаймиева. На этой выставке тоже очень много образов, но она создавалась куратором не для того, чтобы запугать посетителей, чтобы они узнали все ужасы, с которыми столкнулись люди, оказавшиеся в заключении. Первую экскурсию по выставке провела сама куратор Надежда Пантюлина. Именно она является создательницей этой экспозиции. По ее словам, организация подобной выставки – это тяжелоемкая работа с архивами. В поиске материалов для экспозиции ей помогали более сотни человек. Посетить выставку можно в Музее имени Лобачевского до 8 ноября. Роберт Хасанов, Булат Садыков, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова